Здравствуйте! Сегодня мы читаем для вас книгу Антона Камолова «Я ленивец». «Я ленивец. Меня не случайно так называют. Если ты посмотришь на меня, тебе может показаться, что я делаю все очень-очень медленно, но это, конечно, не так. Ты вообще едва-едва успеешь почистить зубы, сходить в школу, вернуться, собраться погулять, пообедать. А я за это время подползу к очень вкусному листочку в двадцати сантиметрах от себя. Ты вот сможешь долго провисеть на турнике вниз головой? А я могу болтаться на ветке хоть целый день, и у меня голова совсем не затекает, и лапы не устают. Между прочим, это вот сейчас я размером примерно с собаку и почти всю жизнь провожу на дереве. А вот мои давние предки ходили по земле на задних лапах и были размером со слона. Представляешь? А вообще, знаешь ли ты, что когда-то давным-давно, одиннадцать тысяч лет назад, по тропическим лесам бродили гигантские ленивцы, размером со слона, а то и больше. Звали их мегатерии, то есть огромные звери, в переводе с латинского языка. Они тоже питались листьями, но могли и выкопать крепкими когтями вкусный корешок. Когти у них были по тридцать сантиметров длиной с полтора карандаша. По деревьям таким гигантам лазать было трудно, поэтому предки ленивцев ходили по земле на задних лапах. На память о тех далеких временах у современных ленивцев остались только длинные крепкие когти. Да, когти у ленивцев знатные. Представь себе, что у тебя выросли ногти длиной с ладонь взрослого человека. Они бы наверняка тебе сильно мешали. А вот ленивцу такое украшение в самый раз. И повисеть на них можно, и листочек с дерева сорвать, и на нужную ветку вскарабкаться. А пальцы просто на каждой лапе у ленивца сросшиеся. И без сильных когтей ему никак не обойтись. Кстати, именно по количеству когтей на передних лапах ученые разделили ленивцев на два семейства. Трехпалые у них, как ты можешь догадаться, по три когтя на каждой лапе, и двупалые у них по два когтя. А если тебе лень будет считать когти ленивца, постарайся разглядеть, есть ли у него хвост. Хвоста не видно, значит перед тобой двупалый ленивец. А у трехпалых ленивцев длина хвоста 5-8 сантиметров. Примерно как половина палочки от эскимо, или чуть больше. Впрочем, еще можешь сравнить размеры ленивца. Двупалый побольше своего собрата сантиметров на 10-15 в длину. И тяжелее на пару килограмм. Да. Трехпалых ленивцев четыре вида. А двупалых, конечно, всего два. Давай знакомиться с ними поближе. Ну, сначала посмотрим на тех, у кого когтей больше. Самый маленький из трехпалых ленивцев даже называется карликовым. Он всего полметра в длину. Ученые обнаружили его 15 лет назад на маленьком острове у побережья страны Панама. Тщательно изучить зверка им не удалось. Тем более, что карликовых ленивцев в природе совсем немного. Всего около 500. Шерстка у него бурая, а на лбу яркая черная полоска. Есть темная отметина и у другого ленивца. Бура горлова. Как ты, наверное, догадываешь, шерсть на шее у него темно-бурая. Такого же цвета лоб и щеки, а под глазами проходит черная полоска. Мальчики-ленивцы отличаются от девочек темным мехом на спине между лопатками. Полоски на шерсти ошейникового ленивца напоминают перевязь, похожую на собачью или кошечью шлейку поводок. Кстати, ошейникового ленивца ученые-натуралисты из Европы впервые увидели почти 500 лет назад. И почему-то решили, что эти животные питаются воздухом. Может быть, им попадались на глаза сытые зверьки. А возможно, зоологам не хватило терпения дождаться, пока ленивец двинется с места в поисках еды. А латинское название трехпалых ленивцев, ну, в переводе на русский язык, означает «медленные ноги». Ой, в тропических лесах северной части Южной Америки живет трехпалый ленивец. Да-да, он не только относится к семейству трехпальцевых ленивцев, но и называется так же. Впрочем, у него есть и второе имя – Ай. Иногда рано утром или поздно вечером можно услышать, как из ветвей высоких деревьев доносятся жалобные звуки, похожие на плач младенца. Ай-ай-ай – это подает голос ленивец. А вот сердитые ленивцы не кричат, они громко сопят. А мальчики Ай – настоящие модники. На спине у них оранжево-желтое пятно с продольной черной полоской, причем у каждого пятно своей формы и размера, их ни за что не перепутаешь друг с другом. А еще у трехпалого ленивца есть грива. Ну, конечно, не такая, как у льва, но вполне заметная. К семейству двупалых ленивцев, ты помнишь, что у них на передних лапах по два когтя, относятся всего два вида. Одного из них называют забавным словом «унао». У него курносая мордочка, маленькие кори-глазки, а ушки прячутся в густой шерстке. У «унао» одет в коричневую или бежевую шубку. А у ленивца Гоффмана шерсть темно-бурая или желтоватая. На голове посветлее, на груди потемнее. Детеныши у «унао» растут медленно. А куда им торопиться? Два с лишним месяца они висят, вцепившись когтями в мамину шерсть. А мама при этом почти не двигается, чтобы не уронить малыша. Только в девять месяцев маленький у «унао» переползает на соседнюю ветку. А чтобы мама не забыла про малыша, висящего у нее на шее, крошечный ленивец часто попискивает и покрикивает. Трехпалые ленивцы тоже не торопятся становиться взрослыми. Спасибо! Два месяца после появления на свет маленькие ленивцы питаются только маминым молоком. Чуть подросший малыш постепенно начинает учиться есть главную ленивцевую пищу – листья. Сначала он слизывает кусочки еды с маминых губ, потом пробует жевать сам. А к шести месяцам ленивец уже вполне может жить один. Интересно, что взрослый ленивец ест листья с деревьев только определенных видов, как и его мама. В меню каждого ленивца листья с примерно сорока видов деревьев. И никакой другой пищи зверек не признает. А вот двупалые ленивцы в еде не особо капризничают. Они соглашаются есть все, что им предложат люди – и фрукты, и овощи, и зелень, и яйца, и даже творог, и мясо. Вот почему в зоопарках, в том числе и в московском, можно встретить именно двупалых ленивцев. Но ни один ленивец не покинет свое дерево, пока на нем есть еда. Ну, разве что спустится на землю раз в неделю, ну или даже реже, чтобы сходить в туалет. Для зверька такой спуск почти подвиг. Ведь на земле много опасностей. К тому же ленивцы – большие частюри. Они обязательно закапывают нечистоты. Это долгий процесс, но чистота важнее. Спускаются с дерева ленивцы так же, как и висят, спиной вниз. Да-да, и в этом еще одно их отличие от других древесных животных, ну, у которых основной способ передвижения по деревьям – спиной вверх. Если ленивцу надо перебраться на другое дерево, он будет тщательно искать такое место, где ветки соседних деревьев расположены рядом, чтобы лишний раз не спускаться на землю. Конечно, потому что в кроне дерева намного спокойнее. Да, тем более, что еще и цвет шерсти у ленивцев подходящий – малозаметный. Да еще и с зеленоватым оттенком. Зеленый шерсть ленивца становится вовсе не от грязи. В трещинках и желобках каждого волоска под микроскопом можно разглядеть целые джунгли из сине-зеленых водорослей. Хотя на самом деле это не водоросли. Это мельчайшие бактерии, которые придают шубе ленивцев приятные зеленоватые херсти. В уютной зеленоватой шерсти хорошо себя чувствуют бабочки, которые так и называются – ленивцевые огневки. Иногда вместе с ними в длинных волосках обустраивают свои дома и некоторые жуки. Насекомые питаются водорослами, не давая им разрастаться сверх меры. Однажды ученые решили узнать, сколько жуков может обитать на шкуре одного ленивца. Считали, 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 считали. Насчитали больше тысячи. Хм, а зачем зверьку столько соседей? Непонятно. Далеко не все загадки ленивцев разгаданы зоологами. Например, никто не знает, почему у этих животных в голове два отдела для мозга. Правда, мозг находится только в одном из них, а второй пустой. Наверное, про запас. Хм, это все может быть потому, что предки ленивцев были очень мудрыми. А может быть ленивцы через несколько тысяч лет станут такими умными, что им-то как раз и понадобится второй мозг. А еще один секрет ленивца – непостоянная температура тела. У тебя она повышается, если ты заболеешь, а в остальное время она нормальная и одинаковая – около 36 градусов по Цельсию. А вот у ленивца температура может меняться от 20 до 35 градусов, в зависимости от того, холодно вокруг или жарко. Мало кто из зверей так умеет. Действительно, большинство животных начинает дрожать, когда им холодно. Но это помогает им согреться. А у ленивца маловато мышц, поэтому он греется, свернувшись калатчиком. Ленивец очень хитро устроен. Например, у него огромный желудок, потому что листья, которыми зверек питается, перевариваются долго, до месяца. Зато можно наесться как следует, а потом целый месяц не думать о пропитании. И, между прочим, ленивцы не толстеют. Запасы жира у них накапливаются не под кожей, как у других животных, а в подушечках лапы. Вот как много секретов у одного зверя. А люди думают, что лениться – это очень просто. Попробовали бы они повесеть неподвижно на дереве хотя бы часов 5-6 и жевать при этом одни листья. Наверняка бы устали. Теперь-то ты понимаешь, что на самом деле ленивец вовсе не ленивый уволень. Он просто идеально приспособился к своему месту обитания. Когда-то персидский поэт Омар Хаям сказал, кто понял жизнь, тот не торопится. Возможно, именно ленивцы все поняли, и поэтому теперь никуда не торопятся. Как ты думаешь? С вами были Татьяна Веселова и Кирилл Галаев. До новых встреч! До свидания!